Обовязково отрымливать агульную среднюю эдукацию, после 11 класса сдавать централизованный экзамен, а в первом можно будет идти ранее. С первого вирусом в Беларуси будет действовать новая редакция кодекса об эдукации. Пояснуют, что и працевали больше, как 10 годов, на дейшоуча изменения. Обключав их Марина Саверянова погутарила с главным специалистом отдела Головного управления эдукации Гомельского облаканкама Аленой Суровой. Устанавливается обязательное получение общего среднего образования. А раньше? Сейчас обязательным является базовое образование. Но, как и ранее, его можно получать как и в школах в 10-11 классе, так и в профессионально-технических и средних специальных учебных заведениях. Если ребенок учится в гимназии, заканчивает 9 класс, и он имеет право после сдачи экзаменов продолжить обучение в 10-м, или вводятся уже какие-то особенности перевода? Вводится конкурсный отбор при наборе в 10-й класс гимназии. Он будет осуществляться по среднему баллу свидетельства об общем базовом образовании, а также по отметкам, которые будут изучаться на повышенном уровне. Как сейчас делается в средних школах при изучении предметов на повышенном уровне. То есть, получается, что если даже будут свободные места, но ребенок после 9-го класса не доберет балл 2, то его не возьмут, а на эти свободные места возьмут на конкурсной основе детей из других, например, школ. Из других учреждений, да, совершенно верно, у которых высший уровень знаний. А вот в 10-11 классе есть ли какие-то изменения для этих ребят по более углубленному изучению предметов, обязательному, необязательному, факультативу, кружке? Есть какие-то изменения? Изменения только предусмотрена возможность проведения факультативных занятий, начиная с 5-го класса. Сейчас это были только 9-е и 11-е, 9-е, 10-е и 11-е классы. А уже кодексом новой редакции предусмотрено факультативное занятие с 5-го класса, чтобы снизить нагрузку на учащегося. То есть, если сейчас факультативные занятия проводились только для 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 9-х, 8-х классов с понедельника по пятницу, то теперь их можно переносить на субботу. Ребенок отучился 5-6 уроков и может идти домой, а в субботу прийти на факультативное занятие. Насколько я знаю, в новом кодексе закреплено больше доступ к инклюзивному образованию. Что это значит? Инклюзивное образование — это дети с особенностями развития, с какими-то, не только особенностями, но и со своими особенностями ребенка, психологическими особенностями, могут обучаться в учреждениях общего среднего образования с обычными детьми. Есть ли еще какие-то ключевые изменения, которые я упустила во время нашего интервью? Ну, наверное, всех законных представителей и учащихся, нынешних учащихся 10-го класса волнует вопрос выпускного экзамена 2023 года. В новой редакции Кодекса Республики Беларусь предусмотрена сдача централизованного экзамена. Это значит, что учащиеся итоговые испытания по русскому или белорусскому языку математики будут сдавать в форме централизованного экзамена. Ему будет выдаваться сертификат и отметка в аттестат будет выставляться как средний балл между годовой отметкой и отметкой, полученной на этом экзамене. В чем отличие от того, как сейчас? Сейчас дети сдают в школах экзамен. А это нужно будет? А это централизованный экзамен будет организован в специально обозначенных пунктах тестирования. Каждый район и его школы будут закреплены за определенным пунктом проведения экзамена. И знания детей будут оцениваться, наверное, более объективно, сократить нагрузку на выпускников, а также повысить ответственность учителей за результаты своей работы. То есть никакой субъективности уже? Да, уже субъективности не будет. При сдаче централизованного экзамена, если ребенок не сдает централизованный экзамен, ему не будет выдан аттестат. Он обязательно его должен сдать. И второе, результаты этого экзамена будут засчитываться как результаты ЦТ по математике, русскому или белорусскому языку. Подробязное интервью об эдукационных изменениях глядите в неделю в программе «Новины тыдня» на Беларусь 4.